И можно из одного модуля тягать какую-либо информацию в другой. Опять же получается так, что часто уже есть существующие модули, написанные более умными людьми или оптимизированные. Ребята из Стэнфорда что-то написали, зачем писать что-то самому. То есть программисты используют уже что-либо существующее. После того, как у нас организовалась такая очень большая масса кода, нам нужно ее где-то хранить. Для этого существует такое понятие как репозитории. Они очень напоминают стандартные библиотеки, где хранятся книжки. Мы написали несколько модулей и все это сливаем в интернет. Туда может каждый в общем-то прийти и посмотреть на чужой код. Ну если он открытый или не посмотреть, если репозиторий частный. Как часто частная открытая библиотека. Главный плюс заключается в том, что именно с помощью репозитория вы можете работать над одним и тем же участком кода или над одной библиотекой или еще над чем-либо с другими людьми. Можно привести вот как пример Дарью Донцову. Вот у нее есть много людей, которые пишут за нее какие-либо произведения. Но скорее всего одна книжка не пишется одним человеком. То есть все делают свой вклад определенный. Вот примерно так же работает репозиторий. Каждый может что-то дописать свое, что ему кажется нужно, и слить наверх. А вы можете потом точно так же скачать. Ну и где-то использовать. Например, продавать книжки. То есть таким образом устроены репозитории. Вот так в общем-то работают программисты. Они все сидят. Почему? Собственно это удобно, потому что тогда все люди могут находиться в различных локациях, но при этом продолжать работать в одной команде. Там есть определенный проверка. То, что написал, ну вот как в журнале скорее даже, когда есть какой-то редактор, который это еще потом сливает. Вдруг кто-то написал какую-то злостную статью, она никому не нужна. То есть поэтому должны быть какие-то как менеджеры репозиториев. Но в общем-то они часто самоорганизуются из более каких-то коактивных людей. То есть это такие как самоорганизуемые структуры. Если в компании, то там часто есть какой-то человек, который за все это отвечает. Вот это, собственно говоря, такой странный катопус его называют. Это символ гитхаба. Это котик плюс осьминожек. То есть показывая, насколько можно создать что-то странное при помощи своего кода. То есть вот так выглядит композитория. Например, то есть там есть какие-то папки, есть какие-то файлики. И все там вместе хранится. Напоминает в общем-то Dropbox. То есть единственное с тем, что в общем-то там можно хранить и картинки, и все остальное. И там есть бесплатные депозитории. Но там есть, по-моему, ограничения по объему, поэтому нельзя депозиторию использовать как Dropbox. Но это как бы нечестно. То есть люди часто это предоставляют бесплатно, и можно там всем поработать. После того теперь, имея минимальное представление, как работает код, то есть там есть какие-то зависимости, еще что-либо, как его нам использовать, собственно, что нам с ним делать. Я сейчас быстро рассмотрю какую-либо архитектуру достаточно стандартную.